Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели! В октябрьские дни, в годы гражданской войны, большевистская партия, будучи авангардом трудового народа, не в одиночку боролась за власть Советов. Вместе с ней рука об руку шли многие, не принадлежавшие к большевистской партии искренние революционеры, будь то анархисты, будь то левые эсеры. И об одном из них мы уже говорили в нашей авторской программе, о Павле Евгеньевиче Лазимире, председателе Петроградского военного революционного комитета в октябрьские дни. И сегодня расскажем об Аде Павловне Лебедевой, начинавшей свой революционный путь в рядах партии социалистов-революционеров и завершившая его в качестве революционера-большевика, героя гражданской войны. Это была дочь Полицейльного Павла Сикорского. Родилась она, когда родители ее были в ссылке в Енисейской губернии в 1893 году. И можно сказать, была, как и многие из героев наших программ лица русской революции, потомственным революционером, потомственным врагом самодержавия и проклятого царизма. В 1903 году ее отец ушел из жизни, и она вместе с матерью переехала в Харбин, а в 1912 году прибыла в Петербург, где поступила в Петербургский психоневрологический институт, который готовил врачей и не только по психиатрическим специальностям. В студенческие годы Ада Лебедева довольно сознательно встала на путь политической борьбы с самодержавием. К этому подбивал ее и жизненный опыт, история ее родителей и те мерзости свинцовые, окружающие ее тогдашней русской жизни, которые она наблюдала, как и многие ее сверстники, и стала членом запрещенной тогда царским режимом партии социалистов-революционеров. Став на путь борьбы с самодержавием, молодая студентка участвовала в подпольной работе, раздавала прокламации, участвовала в организации студенческих обществ, преследовалась царским режимом и в 1915 году была арестована и выслана в Енисейскую губернию, сперва в одно из сел губернии, затем в город Минусинск. Там Минусинске, общаясь с ссыльными большевиками, она перешла на их политические позиции, пораженческие позиции, став фактически левым эсером, левым эсером-интернационалистом. После февраля 1917 года она переехала в Красноярск, где вместе с Сергеем Лозо, прапорщиком Лозо, будущим героем гражданской войны, зверски сожженным белогвардейцами в паровозной топке, создала крайний левый фланг местного отделения эсеровской партии, фактически идейный и политически близкий с большевиками и начала воспускать вместе с Лозо газету «Интернационалисты». Активно участвовала в работе крестьянских советов, была делегатом Первого съезда Совета в Сибири, активно участвовала в формировании красногвардейских отрядов, была избрана в 1917 году в Красноярский губернский исполком, где была губернским комиссаром печати, одним из пламенных пропагандистов, борцов за власть Совета, сыграв ту же роль, какую в Петрограде играл, например, комиссар по делам печати Северной коммуны товарищ Володарский. После победы октября она редактировала рабоче-крестьянскую правду, а затем, после того, как позиция левых эсеров стала чем дальше, тем больше расходиться с чаяниями трудового крестьянства, покинула эту партию, как и Сергей Лозой, вступила в леды российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Много ездила по губернии, агитировала, выступала на митингах, создавала организации сельской бедноты. Когда летом 1918 года вспыхнул белогвардейский мятеж, она вместе с группой советских работников из Красноярска, захваченного белыми, отходила в город Туруханск, попала в белогвардейский плен. В ночь с 26 на 27 июля 1917 года колонна захваченных пленных конвоировалась в Красноярск, была окружена казаками, которые выхватили из нее трех большевиков, в том числе и Аду Павловну Лебедеву. И зверски расправились с ними, надругавшись над борцами за советскую власть и затем изуродовав их после зверских пыток, изрубив шашками на куски. Обезображенные тела Ады Лебедевой и двух ее товарищей были обнаружены 27 июля 1918 года. Память о героическом подвиге Ады Лебедевой, борце за власть советов в Сибири, Лео Мессери, а затем большевике, пламенном пропагандисте, борце за аграрная справедливость по отношению к сибирским крестьянам, увековечена в Красноярске, где есть улица Ады Лебедевой. Рядом с ней улица ее последнего мужа, Григория Спиридоновича Вайнбаума, также зверски замученного белогвардейцами революционера, пережившего свою жену на три месяца и казненного белобандитами колчаковцами в октябре 1918 года. Так они рядом и стоят. Улица Григория Вайнбаума, улица Ады Лебедевой. И память о тех, кто отдал свою жизнь за советскую Сибирь, за рабоче-крестьянскую власть, сохраняется не только в Красноярске, но и в наших сердцах. И когда мы говорим о лицах русской революции, то без Ады Павловны Лебедевой этот список был бы явным и полным.